с вами алена полы перед вами черная соль вот она такая по консистенции вот так вот она немножечко пачкает руки смотрите что это за соль соль это делается на чистый четверг конечно можно делать ее и в другие дни но наиболее сильно она считается на чистый четверг но это уже в народе есть такое понимание да и как бы все об этом знают для чего эта соль конечно если вы сами умеете ее делать используйте травы которые возможно использовать потом в еде безопасно то она может идти в питании но в целом это соль делается для очистительной истории снятия негатива из дома из вас давайте я дам рецепт по которому делаю соль я у меня в равных количествах соль и обычная соль и ржаная мука дальше я кладу горсточку трав по горсточке разных трав значит соль которая используется только наружно сейчас расскажу что значит наружно такая соль в такую в соль можно класть значит вот полынь в такую соль можно класть можжевельник зверобой это те травы которые очень хорошо чистят именно чистит хорошо но внутрь употреблять не надо потому что полынь сама по себе очень жестко работает и далеко не всем подходит такая соль употребляется наружно если мы хотим употреблять соль внутрь то тогда вы туда будете добавлять ромашку и липу как вариант если конечно у вас нет аллергии на эти травы это тоже является очень таким важным составляющим вот значит как она делается на сковороду без масла потому что некоторые почему-то решили что надо класть масло без масла кладется соль кладется ржаная мука и я траву кладу по горсточке на глаз например если килограмм соль у меня килограмм ржаной муки то будет где-то по столовой ложке каждой травы что я назвала дальше я ставлю там на огонь или у вас там электрической плита и начинаете мешать постоянно мешать пока вся соль не смешается все не потемнее пойдет дым считается что в начале вы должны проветрить квартиру помыть квартиру а потом уже ну какое-то время не открывать окна чтобы дым мог везде проникнуть а потом только открыть так скажем и прочистить да то чтобы это вышла вся гадость то есть какое-то время чтобы дым побыла потом вышел сама соль после приготовления убирается ну так скажем для ваших нужд уже убирается ей пользуется в течение следующего года но она не имеет срок годности в принципе но обычно просто раз в год ее делаю что значит для наружного использования это значит что вы можете эту соль добавлять воду для мытья полов это снимает негатив с квартиры вы можете ее класть по углам ну и там раз в неделю убирать она будет сорбировать негатив вы можете ее носите мешочки с собой она будет значит собирать негатив периодически мешочек ну там 1 месяц будете менять старую соль куда-то по дереву новую насыпали да вот этой солью можно чистить на фотографию класть и чистить человека которая но если вы умеете чистить это для этих целей до у которых есть какие-то проблемы соль можно хранить просто шкафу можно хранить под иконы под иконы считается еще сильнее соль набирает свою мощь и силу теперь я расскажу рецепт как делала соль моя бабушка да и может быть он кому-то из вас понадобится все то что я вам сказал ингредиенты все были те что я вам сейчас собственно сказала но был один секретик такой скажем да что перед тем как вот это вот ну все это дело соль мешать в соли который будет потом добавляться в соли лежал животворящий крест не крестик который носит не нательный крестик а прямо крест большой животворящий вот это для изгнания ну таких различных нехороших существ из дома очень хорошо работала потом вот значит что мы делаем приготовили мы соль убрали мы соль да если наша соль для наружного применения здесь все ясно если соль можно употреблять внутрь то есть нет нём что-то что вызывает у вас аллергию трав которые опасны и так далее и вы понимаете что можно употреблять внутрь ну тогда просто солите как обычной соли изнутри она тоже работает это самая черная соль а соль которая у мастеров она еще дополнительно заговаривать то есть практике и и дополнительно заговаривают заговаривают кристаллы соли и мука и также трава не имеет свойство впитывать информацию и когда они заговаривают они заговаривают есть несколько способов бывает режут вот так крестом как бы горсть соли наговаривают бывает каленными иглами наговаривают но это на изгнание там зависимости от того что нужно от этой соли вот бывает крестом заговаривают но крестом моими виду религиозным крестом то есть тут разные бывают способы именно как наговорить на соль зависимости от того что нужно с этой солью я соль я и мои мастера соль черный буду делать в этот четверг по маленьким тюбичком мы потом рассыпем это не для внутреннего употребления это не впитание соль это соль для наружного употребления вы можете запросить на что вам нужна соль на изгнание из дома каких-то существом на чистку себя и так далее для этого она уже будет заговариваться будет делать начале делать массово соль а потом уже мы будем под каждого индивидуальную бутылочку или мешочек делать но это будет соль не для внутреннего потребления еще раз повторяюсь теперь важный момент в этот чистый четверг вот эта соль это у меня осталось соль с прошлого чистого четверга и и осталось прилично вот поэтому я могу взять людей на чистку этой солью в чистый четверг да она мощная на сильно и на хорошие еще дополнительно заговорю вот в чистый четверг буду чистить поэтому кому нужна чистка на чистый четверг заранее сейчас потому что чистый четверг уже на носу. Пишите, пожалуйста, ссылочку оставлю.